На первом курсе вы изучали термодинамику равновесных процессов. Потом я вам дал основные элементы термодинамики неравновесных процессов. Немного поговорили о термодинамике неравновесных процессов, теории катастроф. Сегодня тема, она сформулирована на прошлой лекции, это термодинамика хаотических систем. В природе на самом деле множество систем, в которых имеют место хаотические процессы. Что такое хаос? Как он появляется и можно ли описать этот хаос в рамках фабрализованных методов термодинамики? Да, оказывается, можно. Типичное уравнение теории фазовых переходов. Дэта по ДТ минус ДЖ какая-то функция. По Дэта. Где Ж? Потенциальная функция. Одна четвертая. Пэта в квадрате. Плюс одна вторая. А в квадрате. Плюс В. Где Эта? Есть некоторые параметры порядка. Х2. Рассматривается переменная. В которой изучается отклонение переменной некоторой х от какого-то среднего значения. Если прибавить это нише потенциала, если прибавить х1 и х2, мы получим некоторое среднее значение по хакеру. И тогда вот эта величина выступает в роли параметра порядка. Что такое параметра порядка? Это быстрая переменная, которая подчиняет себе все остальные переменные. Может быть слышали об одной экономической задаче нашего земляка с вами Леонтьева. Что оказывается можно построить матрицу взаимоприятия 10 на 10 отраслей. В результате эта матрица состоит из 100 элементов. Она хорошо работает в линейных задачах. Что, например, по хлебу. Сколько направили из одной отрасли в другую? Сколько металла направили отсюда туда? Сколько направили? Но оказывается, что такая система не имеет кризиса. Чтобы был кризис, нужно, чтобы сформировалась новая переменная, например, по хлебу. Ну не хватает хлеба. И она начинает подминать и давить все остальные переменные. И именно эта величина выступает в роли параметра порядка. Нас интересует, нельзя ли из теории фазовых переходов Ландау вот такого типа построить термодинамику хаотических систем. И вот цель нашей сегодняшней лекции – это построение такой термодинамики. Ж – это скорость изменения энтрофии в приведенном виде. Что такое приведенное? Все остальные элементы – то же самое. Все приведенные величины. Только мы будем рассматривать первая гипотеза, которая у нас будет с вами. И отличаться будет от теории Ландау тем, что скорость изменения энтропии, она может быть представлена в виде следующей временной зависимости. «Квадрат» плюс «Б» – это. То есть мы добавили время релаксации. Это означает, что при это примерно равном нулю, ДЖ со звездой ПДТ релаксирует со временем релаксации Тау-Р. А здесь некоторое Ж. То есть отклонение Ж от какого-то Ж нулевого, и это будет релаксационное уравнение, а вот это время релаксации. Например, мы создали градиент температуры и убрали источник тепла. У нас идет релаксация термодинамической силы и потока. А поскольку скорость изменения энтропии связана с произведением силы потока, то имеет место и релаксация вот этих вот скоростей изменения энтропии. Если теперь уравнение вот это, давайте я напишу 1, а вот здесь я напишу 2. Если мы 2 подставим в уравнение 1, то после нехитрых преобразований мы получаем следующее дифференциальное уравнение. И в учебном пособие на соответствующей странице вы можете найти этот вывод. Он очень короткий, простенький и равна некоторой силе. Силу мы всегда пишем вправо. И вот эта сила, это, 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 есть минус, это, это, ну, минус, это, кубик, ну вот это вот величина то есть мы ввели время релаксации что это такое? когда внешние приложенные силы становятся равным нулю система релаксирует к некоторому стационарному и равновесному состоянию время релаксации давайте введем другое еще свойство для некоторых систем это последействие последействие или запаздывание формирование параметра порядка после внешнего воздействия тогда с учетом последействия пусть стало время последействия что это такое? пусть действует сила в момент времени t тогда параметр порядка это будет формироваться в момент времени tau но очень плохо когда переменной время после действия постоянная величина присутствует в быстро изменяющейся переменной поэтому делают не так а предполагают что вместо уравнения у нас тройка ничего не обозначалась да? вместо уравнения 3 мы получаем следующее уравнение здесь неправильно и вы не поправляете смело но может пропишу так d2 это pd а здесь f t минус tau как функция t минус то есть мы не пойдем вот таким путем а мы будем предполагать что сила зародилась в момент времени tau до текущего времени t например вчера выпили лекарство а только сегодня произошел эффект изменения какого-то состояния поэтому функцию f от t минус tau нужно разложить в ряд тогда в этом случае это зависит от t а не от tau а сила действует в момент времени t минус tau такой метод часто таким методом пользуются математики в результате r от c минус tau равно r от c разложения в ряд минус по малому параметру tau а здесь df dt здесь dt df а здесь df dt и плюс df dt частная производная то есть смотрите чтобы ничего не изменилось это размерность t вот это размерность t это время здесь время а это df поэтому что делает df t по df сила чему равна вот вот это мы должны ее продифференцировать о времени и передзывы чтобы записать это сейчас перепишу это но это не соответствующая страница учебника ну должен сказать что все это вызывает некоторый скепсис потому что очень много математики но с другой стороны если мы хотим что-то существенное в жизни создать чего-то теорию например торнадо молния там еще чего-то то деление величины а на величину b ничего не достигнет поэтому конечно в математике есть спасение именно в этой в результате мы получаем спасибо в результате мы получаем Тауэк это у меня звездочками плюс гамма с с это с точками кубик плюс а со звездой это и равно нектаря а с 0 со звездой косинус омега Тауэк а это значит что мы систему нагружаем некоторое гнездо внешней периодической функцией и наше уравнение близко к тому чтобы перейти в будущих лекциях к слайдам и показывать вам собственно ту синергетику которая дает такие красивые картинки и решение тех задач которые мы изучали с вами на первых двух лекциях помните наверное да поэтому я прошу вас всех потерпеть еще немного от этой злой математики скучной и грустной как ее еще называют скучной и грустной и на дворе плохая погода ну вообще где гамма а т минус там три петра квадрат это пункция больше м а то есть смотрите df под это видите df под это здесь сколько получается 2 это плюс 3 это плюс а с звездой вот оно здесь и получилось вот получили уравнение какой номер ему присвоим пять четыре пять давайте пять четвертое 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 уравнение какого порядка второго порядка линейная нелинейная нелинейная при действии возмущающей силе при наличии последействия тау время последействия и время релаксации тау ор попытайтесь пожалуйста записать то что я сказал нелинейная дифференциальное уравнение частных производных с временем релаксации тау и временем тау смотрите деформируя я твердую среду начал в какой-то момент времени прикладывать усилия а параметр параметр порядка формируется для момента времени тау а сила задана в момент времени Т минус тау логично и вот если это все красиво так получается то мы имеем это уравнение которое нужно решать и задание у меня надо решение вот этого уравнения способами которые изложены в учебнике дома на домашнем компьютере там на последних страницах я продиктую задание надо вот его надо решать как выглядит решение параметр порядка например мы хотим описать ρ минус ρ 0 какое-то среднее значение плотности решение выглядит вот таким образом это это параметр порядка это время и чтобы не было недоразменений здесь возьмем параметр порядка а здесь это с точки скорость изменения параметра порядка и вот часть времени кривая идет развитие процентов процесса во времени крутится у одного трактора вот перескакиваем с другой крутится потом идет снова сюда потом идет сюда потом идет сюда и получаем вот такую кривую чтобы более точно зарисовать посмотрите пожалуйста страницу 113 в учебном посуде 113 там приведено решение такого уравнения которое представлено в системе трех уравнений об этом я скажу позже это называется фазовый подкрепь напомню что если гармонические колебания то фазовый подкрепь что из себя представляет элипс слышали это а здесь крутится у одного аттрактора перескакивает другое причем время пребывания в каждом аттракторе различно осталось дать определение что такое аттрактор с двумя э могу записать трактор трактор с двумя ты не путать со словом трактор например это жидкость жидкость а вот это газ или пар а это какая-то средняя линия как ведет себя на потенциале если это вектор это это потенциал это потенциал это потенциал это а это время так ведет себя вот здесь жидкость пар кривая пляж а вот так идет время вот так идет итак такие получившиеся колебания в кавычках не гармонические потому что гармоническим будет колебания такое когда оно имеет период одинаковых для всех колебаний вот если я посмотрел на температуру поверхности земли за 700 тысяч лет такой же график с чем связано наличие двух аттракторов с похолоданием и потеплением и вот этот климат наш носит из одного аттрактора в другое в какой период наступает потепление ангеле старушку в затопе 120 метров может быть что будет непонятно трагедия повернут что обеспечает ну он сам повернут нет такой силы чтобы повернул этот стрим человеческое метеорит который метеорит бросит 400 метров который в 19 году прилетит к нашей земле может повернется гостей так значит мы нашли что колебания хаотические фазовый портрет я нарисовал динамика изменения и качание системы из одного состояния в другое нарисовал что можно рисовать разные системы ну что было понятно сегодня радость завтра печаль два аттрактора вот и мотает нас в жизни человека между двумя аттракторами причем время пребывания в каждом аттракторе оно является каким хаотическим никто не знает сколько были мы печальницы сколько мы стихи будем читать сколько мы чего это хаотическая система по этой части вопросы есть и так что мы сделали теорию фазовых переходов пландалу классическую с учетом последействия и запаздывания мы привели к дифференциальному уравнению второго типа с запаздыванием и последействием и получили вот решение в виде такой взрывающейся функции мечущейся между двумя аттракторами зонами притяжения такое движение называется хаотическим не случайно а хаотическим я дальше расшифрую почему оно является хаотическим и так показатели Кунова запишите небольшая главка показатели Кунова вот эта картинка называется решение это фазовый портрет это движение из одного аттрактора в другой это так меняется свободная энергия а вот так развивается процесс по времени вот несколько свойств таких хаотических систем давайте я теперь определим для таких систем можно ввести показатель ликунова возьмем расстояние между двумя траекториями для малоразличающихся условий например вот это задано 0,01 а вот это задано в начальный момент вот эта траектория это 0,1 0,0 0,0 0,2 очень мало различающиеся в начальном условии вот так обозначается расстояние между двумя траекториями что такое электроштрих а вот эта картинка которую я вот здесь рисовал при одном приз начальном условии вот этом и вторую рядом я должен был картинку нарисовать при начальном значении решения задач вот это славоразличающиеся и что мы увидим мы увидим что вот это расстояние d это в rt 10 минус 9 минус 8 10 минус 7 10 минус 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 5 5 2 2 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 4 4 4 4 5 4 5 8 9 9 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 есть время забывания начальных условий. Такой интерпретации. Тауи – время забывания начальных условий. То есть наличие небольшой разности в начальных условиях порождает для нелинейных хаотических систем стремительный рост параметра, расстояние между траекториями, и они расходятся. И это расхождение характеризуется временем забывания начальных условий. А что такое случайный процесс? Отсюда выходит случайный процесс. Это тот процесс, в котором лямбда стремится к бесконечности, он чисто случайный. Здесь каждое последующее зависит от предыдущего, и этим определяется процесс. Запишите теперь псевдофазовый портрет. Вот так. Псевдофазовый портрет. Псевдофазовый портрет. Если это К, это К плюс 1, где К – номер временной итерации, а этот рисунок показывает зависимость каждого последующего от каждого предыдущего, то запишите первый график и оставьте его, и рисуйте. Вот это линия для детерминированных систем. То есть тех систем, которые мы изучали в физике на протяжении пяти лет. Или четырех. Пяти лет. Каждое последующее зависит от предыдущего. Как же будет выглядеть этот график, если значения будут забываться? Я позволю себе нарисовать вот в этом месте. Это К. Это К плюс 1. Точки будут вот здесь, нельзя. То есть некоторая существует ширина этой зоны, где в ширину или в интервал попадают все хаотические пульсации. К плюс 1, например, здесь я добавлю 30. То есть, если я буду рассматривать временной период 10, прибавлять 30 еще, 40 будет. А здесь от чего? От 10. То, оказывается, забывание начальных условий будет связано с размыванием этих линий. Забывание начальных условий будет связано с размыванием этих линий. И, наконец, при каких-то значениях это К плюс 100, это К, система забывает начальные условия, и все точки скачут вот на такой поверхности. Это значит, что система забыла свои начальные условия, и мы не можем восстановить этот закон. Поэтому, когда человек, например, играет на бирже, то его интересует вот этот процесс, то он должен построить что? каждое последующее значение предыдущего, а потом пропускать, например, через день, через вот это дельта, 32, 40, 5, 6, и так далее. И мы получаем разброс вот этих точек. Это значит, что при большом дельтах пропуске времени мы полностью, предыстория забывается. Это связано вот с этим графиком. То есть, Тау и есть время забывания начальных условий. когда этот процесс можно вернуть назад, обратимым, когда текущее время меньше, чем Тау и. А когда больше, то система никогда не вернется в начальное состояние. Открываем страницу 82. Вот. Вы сегодня учебник не взяли? Никто. Ну, молодцы. Это понятно? Я вам нарисовал. Понятно, да? Только рисуется справа. Это величина параметра порядка, а это скорость изменения. То есть, это что? Это фазовый портрет. Фазовый портрет маятника какой? Х-отклонение от вертикали. А по второй оси Х-точкой скорость движения. И в результате получается рельс. А здесь получается вот такая сложная система с двумя тракторами. Это то, что я попытался изобразить. Пожалуйста, приносите учебное пособие, чтобы сравнивать, смотреть. Так, теперь что задание надо? Отключу я вас пораньше. с двумя тракторами. Страница 84. 84, 85 разобрать самостоятельно. То есть, оказывается, уравнение нелинейное второго порядка приводится в системе трех уравнений и эта система трех уравнений и решается. Записали? Это очень важная фраза. Она вам поможет дома понять, разобраться. Оказывается, вот это уравнение, как оно, 4, да? приводится к системе трех уравнений, что на странице 84 дома разобрать. 85 и это уравнение решается. Решение приведено на странице 112 в 111 в 115. Ну, плохо, что учебник. Я бы знал, что принес вам учебник. Ну, дома вы берете. то есть термодинамика хаотический систем. Где это все работает? Допустим, есть межфазный слой, жидкость парка. Или два домена на магнитенности вверх и вниз и узкая граница. Спрашивается, как ведет себя параметр порядка в условиях интенсивной накачки внешнего поля. оказывается параметр порядка меняется вот по таким картинкам с таким фазовым портретом так меняется потенциал а вот так происходит псевдофазовый портрет размываются эти точки по поверхности. Видите, это я вот изобразил вот так. слабое размытие здесь тоже есть вот почти что прямая линия каждое последующее здесь написано какая цифра рт к плюс 1 от это к а вот это написано это к плюс 30 от это к размывается и система теряет начальное условие это типичное хаотическое система а случайное событие что происходит здесь каждое последующее определяется предыдущими значениями давайте запишем каждое последующее значение определяется предыдущими значениями но с течением времени забывается начальное условие и если теперь эту систему возвращать назад то она не знает в какую точку ей вернуться забылись начальными условиями мы все я иногда шутя говорю вышли из одного детского сада но начальные условия забылись и нас по жизни разбросало вот таким образом что наши траектории находятся очень далеко одна траектория от другой это типичные хаотические системы а случайных как процессы которые изучает статфизика там если здесь каждое последующее определяется предыдущим забыванием начальных условий то там все события независимы ни по пространству ни по времени они случайны все ясно статфизика какими процессами не занимаются случайными процессами а теория хаоса какие можно использовать методы типичной статфизики для обработки рынков валюты выходит что нет почему потому что это не случайный процесс а что там сказал президент неделю назад и все это вот так чувствуется а при случайных событиях пространстве во времени это не должно чувствоваться поэтому на самом деле хаотические процессы это более серьезное занятие хаотическими процессами более серьезное занятие чем занятие статистической физики помните я ругал статфизик это не я ругал Малинецкий ругал после чего на него все ополчились а я эти слова выкину не ставлю больше потому что все думают что построить статистическую теорию всего и вся это панацея в семь лет нет не получится есть случайные события вот давайте прежде чем мы потом будем изучать например я говорил про шагающего человека помните я поднимаю ногу и мне надо ногу поставить но если у меня забывание произошло начальных условий я не знаю в какое время куда их оставить я поставлю и упаду а так происходит процесс у инвалидов он шагает у него совершенно такая картинка объекция где-то у вас есть так же вот это можно посмотреть и я слайды еще вам буду показывать все вы видите скоро я вернусь слайдом вы пожалуйста объявите всем что я скоро буду слайдом покажем красивые картинки но вам честно скажу что серьезные занятия наукой привели мне большую любовь к математике красивым картинкам чем отсутствие математики и отсутствие красивой картинки давайте я еще кое-что расскажу энтропия Калмагорова как вычислить время Калмагорова 3 но она по-разному обозначается формула 5-10 Т Р или Т И по-разному я обозначаю можно ли определить за какое время система вот забывает начальные условия важно вам нет обещал но не сделал за какое время забыл важно как вычислить это время которое обещал Заславский предложил форму это формула Лиза Славского а вот это формула вашего покорного слуги лет Лиза Славского если мы измерили Тауи и знаем все остальные параметры то мы можем определить энтропию Калмагорова К нулевое это энтропия Калмагорова что такое единица посмотрите различалась там в 10 9 знаке а дошло до чего почти что ну до 1 10 ну до единицы то есть Заславский вот здесь поставил единицу это вот куда вышло вот оно амю нулевое это различались начальные условия начальный момент времени то есть мю нулевое это разность между вот этим и вот этой величиной по абсолютной величине а здесь логарифм я забыл написать а вы это забыли не напомните все такое дельта это среднее вот это дельта это среднее то есть усредненный вот этот ряд у Заславского он равен примерно единице но когда я работал с такими системами я понял что это может быть и одна сотая и одна десятая различается единица от одной сотой одной десятой различается вот эта формула является более точной дека нулевое это то же что и ямбе показатель любного который характеризует что показатель Непунова характеризует интенсивный рост расхождение двух траекторий и строгой теории К нулевое равно нулю энтропия колмогона это производство энтропии оно для регулярных процессов и К нулевое стремится к бесконечности для случайных процессов ПК нулевое больше нуля для хаотических процессов Задание надо 112 113 115 получить все эти кривые в маткаде маткаде у меня я не меняю специально чтобы пользоваться расчетами старых наработанных вещей если я его сменю на новый маткад то он показывает старое мнение поэтому я работаю в старом маткаде где все копится а вы можете пользоваться любым и так задание надо 112 113 114 115 попробовать разобраться и задать на следующем задании занятия мне задать вопросы все ясно дома попытаться если нет то я нахожу класс компьютерный и мы начинаем это считать на компьютере но я хотел это сделать попозже а вы дома поздравствую численно все кто сделает самостоятельно значит тому я поставлю плюс все ясно плюс поставлю он повлияет этот плюс на цель итак термодинамика хаотических процессов что это такое еще раз коротко повторю чтобы было понятно термодинамика хаотических процессов построена на почти что на теории ландау но введено после действия и релаксация после действия сила действует в один момент времени а параметры порядка формируются тогда например после действия суть студента в жизни хаотическая да какое время после действия полсеместра на экзамене все это заканчивается хаосом правильно вот это после действия того что мы изучали а релаксация вы прослушали на следующее занятие пришли улыбаетесь все забыли это время релаксации типичная хаотическая система и это хорошо что не случайно правда согласитесь потом непонятно что от чего ожидать свидание назначил не приток вы назначили не пришли массу всяких нюансов когда процесс совершенно случайный пусть будет характер термодинамико-картический теперь вы поняли что такое термодинамико-картический систем сжигается прочность жидкость газов здесь только через какое-то время очень мало формируется параметр порядка и сила начинает действовать но только через некоторое время идет формирование параметра порядка то есть плотности вот этой массы всевозможных примеров хаотических систем поэтому нужна термодинамика и вообще динамика хаотических систем мы изучили какие свойства давайте повторим показатели пунова изучили изучили фазовый портрет изучили изучили псевдофазовый это каждое последующее от предыдущего с интервалом дельта а дельта может быть один два три двести восемь десяток это будет все вот такие системы дальше показатели пунова стремится в бесконечности чисто случайный процесс то есть стат физика является частным случаем какой науки науки хаотических систем итак термодинамика развивалась в следующем направлении в начале а вы если я неправильно буду говорить вы меня поправите термодинамика равновесных процессов помните термодинамика равновесных двигатель должен работать очень медленно должно устанавливаться равновесие тогда выполняется первое начало термодинамика неравновесных процессов изучает потоки и силы можно достаточно быстро двигать время появляется потом после этой термодинамики идет термодинамика нелинейных процессов нелинейных процессов это значит что в нелинейных системах имеется несколько минимумов состояний каждый минимум соответствует своему стационарному состоянию и когда система будет хаотической если рюмку сделать с двумя минимумы погрузить в один шарик и делать ручку и начинать болтать то движение будет шарика каким хаотическим согласны из одной скачет другую если бы я писал ниша а и ниша б то я бы писал а а а потом б потом а а потом б б это значит по времени она три промежутка времени находится и процесс является хаотическим дорого бы мы с вами дали если бы знали что творится с климатом земли согласитесь процесс хаотический и что будет дальше стоит ли Англии подыскивать место я не буду у них принимать зачатые зону зону